За неубранный снег ответят. Жители остались недовольны качеством работы управляющих компаний в части уборки округа от снега. Этому вопросу и было посвящено совещание в администрации. Его провел глава Владимир Ружицкий. Он рассказал, что за минувшую неделю от Люберчан поступили 194 жалобы на некачественную уборку снега или вообще ее отсутствие. Кому нужна помощь? Это пускай какая. Подумим, чем помочь. А может и не нужна. Просто нужно себя мобилизовать и вопросы решать. Для решения вопросов использовали 14 тонн реагентов. 343 тонны песко-соляной смеси задействовали 87 машин и 190 человек. Благодаря общим усилиям за минувшие сутки вывезено более 2000 кубометров снега. За день очистили 207 остановок. Тем не менее, проблемы еще остались. Сейчас получил по Фейсбуку, что ВКонтакте, Фейсбук. Вот конкретно остановка, конечно, так понимаю, автобуса 40 в Малахилке. И вот фотографии я перекину чуть позже. Там точно на танке надо ездить. Вместе с тем, по словам Владимира Ружицкого, ряд центральных улиц и магистралей находится в нормативном состоянии. Однако есть внутриквартальные проезды, которые надо чистить. Лучшим подрядчиком по уборке дорог признали компании «Инвеставтодор» и МБУ «Люберецкая ДЭП». А вот качество работы недобросовестных управляющих компаний проверит «Люберецкая прокуратура». Наталья Григорьева, Мария Лапочева и Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Мария Лапочева. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий. Субтитры создавал DimaTorzok